Преодоление. Так называется сборник иллюстрированных документально-публицистических очерков о солдатах, сержантах и офицерах, которые нашли в себе силы вернуться в строй после тяжелых ранений. Все они принимали участие в спецоперациях на территории Северо-Кавказского региона. Есть в этой книге и очерки о наших земляках. На обложке фотография Эдуарда Гаврилова, человека, который после тяжелого ранения и ампутации продолжил службу. Это он, сержант Гаврилов, изображен на обложке книги. Уверенно стоит на ногах, отвечает на вопросы четко, без лишних отступлений. Сразу видно, военный человек. Лишнюю информацию не выдаст. С таким и в разведку можно пойти. Неоднократно наезжал в коммунировки, так называемый Кавказ. В 2000 году получил ранение. Отлежался. Вроде пока все нормально. Женат. Имею двоих детей. Сын и дочь. Десять и четыре года. Продолжаю службу. О ранении он говорит вскользь. Не придает ему особого значения. Какой разведчик не получал ранения? И только Николай Петелин решился написать о том, через какие трудности пришлось пройти солдату, потерявшему ногу в бою. То есть мы прошли с ребятами бок о бок и первую, вторую чеченскую кампанию. Участвовали до этого конфликтов различных. И то есть встречались часто с ранеными, кто получил увечья какой-то и так далее. И нас давно волновала эта судьба. И когда появилась возможность, мы собрали вот эти очерки и планово начали работать над этим. Мы сделали первую часть книги. И уже тогда мы знали, что будет вторая часть книги. По признанию автора, книга о солдатских подвигах далась ему нелегко. Ведь писал он о ребятах, которые служили с ним бок о бок. Материал для очерков Николай Петелин собирал на протяжении трех лет. Его героями стали 11 офицеров. И каждый достоин, чтобы его по меньшей мере знали. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.